Кровавые поединки и брутальные зарубы Боль всё же, из окончания школы Луссера вместе семье перебралась в США, где проживает и по сей день. Она продолжала заниматься боксом с 2017. Девушка мечтала стать чемпионкой, как ее великие соотечественники. Но в 2017-м друзья пригласили Акосту на турнир по смешанным единоборствам. Волчица сразу поняла, что хочет заниматься чем-то подобным. Можно сказать, что мексиканка влюбилась в новый вид спорта. Акоста отправила в зал для ММА и начала активно учиться. С первых тренировок Лусера почувствовала, что стала сильнее. Когда девушке предложили уступать на любительском турнире, то она особо не задумывалась о последствиях. Она нокаутировала соперницу во втором раунде, после чего стала выступать по профессионалам. Ставь лайк, если считаешь, что свой следующий поединок она должна провести в твоей постели. В октябре 2019-го на турнире Комбат 46 мексиканца подарила Салвери Куинтера и одолела соперницу единогласным решением судей. Но во втором поединке по ММА Акосту ждала неудача. В феврале 2020-го на турнире Комбат 56 красавица проиграла Морисе Санчес удушением. Это поражение вынудило Лусеру отправиться в зал и снова подтягивать свои навыки. Девушка вернулась в клетку через год. И в апреле 2021-го на турнире Комбат Глобал нокаутировала Элисон Брида на третьей минуте. Но ровно через 4 месяца мексиканка вновь уступила. На этот раз спорным судейским решением Шантель Коэтс. После неприятного поражения волчица вновь взяла перерыв на год. Вернулась за 4 сентября 2020-го. И уверенно разобрала Морельс Элемен на Комбат Глобал, одержав победу единогласным решением. Само собой, Лусера Акост есть аккаунт на OnlyFans, где она балует своих подписчиков жарким контентом. У меня нет аккаунта на OnlyFans, но я все же балую жарким контентом. Так что если хочешь помочь материально или увидеть мои горячие фотки, то ссылки на донат в описании. Также вангую, что многие напишут типа, а зачем вообще этот видос, что это за баба и так далее, что она за уродина. Всем таким мужикам хочется сказать, блин, ребят, попейте пивка, избейте свою жену и не пишите гадости, пожалуйста. А все, кто ждет контент про легенд, он будет. Впереди у нас Фрэнк Мир, Дон Фрай, Марк Колман, Петр Ян. Просто решил немного разнообразить свой контент данным видосом. В общем, всем спасибо, жму руку. Реально, всем спасибо. Скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok